Всем привет! Меня зовут Алексей Тарахтий. Я Олес, и вы меня. Сегодня мы на кухне кроссфита, и сегодня мы разберем тяжелоатлетическое движение «Рывок». В этом нам поможет вот эта вот прекрасная барышня. Сегодня будем ее мучать путем исправления ее основных ошибок. Первое, с чего начинаем, это определение хвата, рывкового хвата. Для этого мы берем палочку PVC, поднимаем одну руку вверх, чтобы она была направлена вверх, а вторая рука была параллельно полу. Должен образоваться угол 90 градусов. Если сохранить этот хват, то и будет ваш рывковый хват. Второй способ, это одну руку максимально ближе к плечу, и вторую на вытянутую руку опускаем вниз, это также есть ваш рывковый хват. Опять же, это базовое понятие, и в зависимости от ваших данных хват может меняться. Начинать нужно всегда с этого. Переносим свой хват. Кладем штангу за голову. Выжимаем штангу. Лесец сделала правильно. В принципе, неправильно все делают вот в таком положении, в котором штанга у нас получается, когда над головой она болтается. Для этого нужно разворачивать локти вперед, сводить лопатки и стараться поднять плечи как можно выше к ушам, чтобы они прям касались ушей. В таком положении у нас штанга и руки работают только одно целое. В таком положении опускаемся в сет. Я, в принципе, просил ее делать неправильно, но она старается все равно делать по автомату правильно. Да я неправильно села, мне надо что-то... Развегаем колени в стороны. Это самая распространенная ошибка. Неудобно вообще. Делаем постановку ног как можно шире. Садимся. Основная задача, что живот должен оказаться у вас между ног. То есть, если мы сводим ноги, то у нас, получается, начинает сразу горбатиться спина. Все, встаем. Следующая. Рывковая протяжка. Продемонстрируешь? Неправильно. Да, с пахом. Теперь еще раз, только сними, пожалуйста, вот отсюда. Обратите внимание непосредственно на траекторию полета штанги. Это тоже так же самая распространенная ошибка. В чем она заключается? В том, что траектория штанги идет по дуге. В таком случае мы тратим очень много времени и много энергии на то, чтобы сделать это движение и в дальнейшем остановить штангу вверху. Потому что она идет с определенной скоростью. Поэтому нужно стараться в штангу двигать как можно ближе к телу. Продемонстрируй, пожалуйста, как можно ближе к телу. Еще. Можно ближе к телу. Вот. Хорошо. Сразу же не забываем, что мы вверху сводим лопатки. Вверху при фиксации должно быть три положения. Мы сводим лопатки вместе, поднимаем плечи к ушам и получается такое ощущение, что у вас локти выворачиваются вперед. Следующее. Подрыв. За счет подрыва мы придаем штанге скорость, ускорение вверх и направляем штангу в принципе вверх. Поэтому основная задача в подрыве это не двигаться телом на штангу, а двигать штангу на себя. Продемонстрируй, пожалуйста, самую распространенную ошибку в кроссфите, когда люди двигаются на штангу. Выходим. Так делать нельзя, потому что когда вы держите в руках большой вес, когда вы делаете тягу, держите в руках большой вес, если вы выходите на носки, то вы автоматически обрезаете всю опору на пол. То есть вам не на что опираться. Поэтому нужно делать... Тело должно быть оставаться на полной стопе, а штанга должна двигаться на себя. Пожалуйста. Хорошо. Теперь полное движение с уходом всех. Сейчас отдельно по тяге. В тяге, в стартовом положении желательно начинать изучать непосредственность свиста. То есть опускаться, когда мы держим штангу на вытянутые руки и вытернутое тело, опускаться вниз. Опускаемся вниз медленно. И делаем остановки над коленом. Стоп. В таком положении мы проверяем центр стопы. Можно даже покачаться вперед-назад под коленом. Также делаем остановку. 2-3 секунды. Качаемся вперед-назад. И делаем непосредственно где-то чуть выше стартового положения. Вот. В этом положении мы также стоим и должны покачаться вперед-назад, чтобы найти центр стопы. Самые основные ошибки у тяжелплитов и у кроссфитеров в том, что в стартовом положении спортсмены держат ноги вот в таком положении, что автоматически стопы сутулить поясница. Вот. И стоят на носках. В стартовом положении нужно развести колени в стороны. Плечо должно накрывать ваше колено и штангу. То есть не должно быть вот такого положения. Поднимись правильно. С этого положения, когда вы стоите и упираетесь полностью в пол, с этого положения начинаем работать вверх. Медленно работаем вверх. Укрямляемся. Это было правильно или нейтрально? А теперь полное движение соединяем. Молодец. А теперь мы ставим больше вес. Посмотрим, как это происходит с большим весом. Сейчас мы с самого начала принимаем стартовое положение, основываясь в стартовом положении на три позиции. Ноги ставим на ширине плеч. Принимаем стартовое положение, опускаем таз вниз. Плечо накрывает колено, накрывает штангу. Ни в коем случае опять повторяю, чтобы не было вот такого положения. Приподнимаем таз. Плечо должно накрывать колено и таз. Прогинаем поясницу и живот между ног. С такого положения мы давим ногами в пол и делаем тягу. Сразу же не забываем, опять же, не забываем про фиксацию шланги над головой, потому что это очень важно. Потому что очень часто, когда делают правильно старт, делают тягу, делают правильно подрыв, но не дорабатывают при фиксации, из-за этого шланга падает. Из-за этого очень обидно. Когда сделал 99% всей работы и 1% не доработал, и шланга упала, а, к сожалению, это не считается никогда. Поэтому смотрим еще раз правильное исполнение от Олесси. Олесси и порадуемся. Еще раз трогаем руку. В принципе, все. Основные моменты мы рассмотрели. Ну и не забывайте, пожалуйста, что всегда на помощь может прийти палочка PVC, которая может наударить по заднице, и благодаря которой будет техника сразу заменяться на глазах. Это была кухня Кроссфита. Алексей и... Ласа, моя. Да. Переходим к следующим видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин